Всем привет! В одном из своих прошлых видео я показывала, как сделать новую бумагу из макулатуры. Я занимаюсь этим уже полтора года и за все время получила много вопросов о том, можно ли рисовать на самодельной бумаге. И если рисовать, то какие материалы лучше для этого подойдут? Сегодня с помощью акрила и масляной пастели я нарисую два рисунка и сравню их между собой. Использовать я буду акрил от фирмы Виста Артиста и один тюбик из Ашана. Сначала я надену на палитру вот такую обычную пищевую пленку, чтобы она не испачкалась и потом краску можно было легко снять. А теперь приступим к рисованию. Сразу хочу отметить, что самодельная бумага очень быстро и сильно впитывает любую влагу, поэтому рисовать на ней акварелью мне не очень понравилось. Но зато такие материалы, как акрил или гуашь, отлично на нее ложатся. Бумага ручного литья, как правило, имеет зернистую текстуру. Это один из нюансов ее производства, поскольку, чтобы сформировать лист, нужна рамочка с сеткой. Более подробно вы можете увидеть процесс у меня на канале. Но именно благодаря такой зернистости краска хорошо смотрится на листе, а у всего рисунка получается интересный эффект. По моему мнению, акрил подходит для рисования на такой бумаге лучше всего. Продолжение следует... 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 Вот такой подсолнух у меня получился. Для второго рисунка я беру масляную пастель от этого же производителя. Мне кажется, что для данного материала текстура самодельной бумаги тоже отлично подходит. Бумага для пастели, которая продается в магазине, также имеет различные степени зернистости, чтобы пастель лучше сцеплялась с поверхностью и можно было создавать интересные эффекты. Второй подсолнух тоже получается весьма неплохим, хотя мелок немного царапает бумагу. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok А теперь давайте сравним оба. Все-таки рисунок, сделанный с помощью акрила, понравился мне больше. Подсолнух получился как будто бы более живым, более естественным. Да и рисовать этим материалом, конечно, очень приятно на такой бумаге. Хотя, знаете, рисунок, сделанный с помощью масляной пастели, тоже получился весьма интересным. Но понравился мне все-таки больше акрил. Надеюсь, это видео было для вас полезным. Спасибо, что посмотрели.